22 апреля в России стартовала ежегодная акция «Ко дню победы» – Георгиевская ленточка. За годы существования она давно уже стала любимой и общенародной. Юбилейная акция, которая в этом году исполнилась 10 лет, масштабна как никогда. Более 20 миллионов ленточек раздадут во всех 85 регионах России и еще в 70 странах мира. Каждый житель Славянска-на-Кубани может получить Георгиевскую ленточку – символ воинской доблести, победы, боевой славы и признания фронтовых заслуг. Для волонтера Любови Долгополовой участие в акции – это не только работа, это миссия – напоминать людям о подвигах фронтовиков. 70 лет – это знаменательная дата, поэтому нужно чем больше, тем лучше раздавать ленты и помнить об этом. 9 мая – праздник День Победы никогда не нужно забывать, потому что это в первую очередь честь, память. Ленты цвета дыма и пламени буквально разлетаются из рук волонтеров. Кроме того, они рассказывали желающим, как родилась эта традиция. Впрочем, почти для каждого, кто прикрепил на грудь символ Победы, он связан с личной историей семьи, которую помнят и которой гордятся. Георгиевская лента – это, во-первых, память о войне, о победе, о наших ветеранах, о том, что, если бы не они, ну, как бы у нас и не было. Спасибо им большое за то, что выиграли войну, за нас они как бы воевали. Георгиевская лента с конца 16 века была частью высшей армейской награды – Ордена Святого Георгия. Во время Великой Отечественной украшала Орден Славы. Орденом Славы Третьей степени награждён связист 11-й танковой механической бригады, ветеран Великой Отечественной войны Николай Макарович Ивашенко. Символ Победы – ленточку таких же цветов, как и лента на его награде, ему всегда вручают перед Днём Победы. 1 мая в Славянске-на-Кубани состоится торжественное открытие гражданской акции «Георгиевская лента». Всего их будет вручено нашим жителям более 15 тысяч штук. Призываем вас стать активными участниками акции, отдать дань уважения нашим ветеранам. И пусть в наши дни улицы нашего города, станиц, хуторов, сёл пестрят тысячами георгиевских лент. Пусть этот символ славы войдёт в каждый дом. Пусть внуки и правнуки – герои Великой Отечественной войны – ощутят свою причастность к победе и гордость за нашу Родину. Мы помним ваш подвиг. Солдаты Победы. Мы гордимся вами. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».